Военкоматы получили указ президента страны о начале призывной кампании. У сотрудников военного комиссариата Пинска работы прибавилось. С повестками уже с самого утра приходят призывники. На сегодняшний день подлежат медицинскому свидетельствованию у нас тысяча человек. Всего подлежат призыву на срочную военную службу или службу резервы. Подлежат призывной кампании 1832 человека, что на тысячу меньше, чем в прошлом призыве. Ну что касается по комплектованию вооруженных сил, то на срочную службу в данном призыве в февраль-май 2016 года будет призвано 231 человек на срочную военную службу и 12 человек на службу резервы. Призывная кампания проходит как по нотам, правда многие юноши рассчитывают на отсрочку. Возможность отсрочить выполнение своего воинского долга получают работники прокуратуры, спортсмены, священнослужители и курсанты автошкол. Для учащейся же молодежи предусмотрены некоторые изменения в ходе призывной кампании. Эту категорию попадают граждане, которые обучаются в учебных заведениях Республики Беларусь и Российской Федерации или в других государствах, которые обучаются именно на очной форме обучения. Граждане, которые заканчивают сейчас на данный момент учебные заведения в виде лицеев, то есть имеют профессиональное техническое образование, будет предоставлена отсрочка до 1 сентября для поступления в высшие учебные заведения, либо среднеспециальные учебные заведения. В военном комиссариате заметили тенденцию. В целом, служить в вооруженных силах Республики Беларусь желают юноши в возрасте 19 и 20 лет. Сложнее с теми, кто постарше. Чаще всего именно они попадают в число тех, кто уклоняется от мероприятий призыва. Только по итогам осенней призывной кампании свое наказание в виде штрафа в размере от 60 до 70 базовых величин получили 22 несостоявшихся бойца Беларусской армии. Один из пинчан находится до сих пор в розыске.